Вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России прошла на неделе в Москве. Глава государства в прямом эфире подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы россиян. Какие темы удалось осветить? По мне как-то даже неправильно, потому что цена на курицу и цена за десяток яиц стала равнозначной. Стоимость куриных яиц в республике поднялась почти вдвое за последние пару месяцев. Завышенный ценник привлек внимание федеральной антимонопольной службы. Сотрудники ведомства организовали проверку. Фактически мы перерабатываем медное сырье, то есть мы получаем металлическое сырье. Одно из крупнейших предприятий республики завод «Кристалл» расширяет производство. Специально для этого закупают новое оборудование и обновляют цеха. Но есть серьезная проблема. На заводе не хватает специалистов. Сотни тысяч смс-обращений, больше миллиона звонков. На этой неделе состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Вопросы поступали самые разные. Среди них специальная военная операция, предстоящие выборы президента, внутренняя политика и многое другое. Обо всем по порядку в материале Алины Цгоевой. Первая минута трансляции. Первое, о чем спрашивают Владимира Путина. Предстоящие выборы президента. Основные задачи для себя он обозначил в прямом эфире. «Уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления». И в первую очередь в сфере экономики. Сегодня самый главный показатель ее развития – это рост ВВП на 3,5%. Как говорит президент, мы так отыграли падение прошлого года. Да, подросла инфляция 7,5%, зато безработица в этом году достигла рекордно низкого показателя – 2,9%. «Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции». Поддержка государства при всех трудностях этого года была как никогда ощутима. Это знают не только рядовые граждане, но и те, кто с оружием в руках, вынужден защищать интересы нашего государства. Вот только, как оказалось, далеко не все бойцы на передовой получают положенные им выплаты и льготы. И первый вопрос по этой теме, да и вообще, среди журналистов задает наша коллега Людмила Кольева. «Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. Это Иса Аплиев и Хаджумар Мамсуров, великие полководцы и герои Советского Союза, проявившие себя Великой Отечественной войной. И сейчас интересы Северной Осетии, то есть интересы России, также продолжают защищать представители и жители Северной и Южной Осетии, да и всего Северного Кавказа. Что хочу сказать. Вот в том числе много добровольцев. Вот у нас, допустим, в Северной Осетии два добровольческих отряда. Это «Шторм Осетия» и «Алания». Сегодня для военнослужащих, которые служат по контракту, есть и разработано много льгот и разных мер поддержки. Смогут ли на них рассчитывать и добровольцы? Я ответом, конечно, довольна. Для меня самое важное, что в этом направлении будет проделана работа, потому что, на самом деле, ребята, которые, наши ребята, Северная и Южная Осетия, да и всего Северного Кавказа, они, на самом деле, достойны того, чтобы получать такие же льготы и меры поддержки. Некоторые обращения, которые целыми блоками об СВО показывали президенту, как крик о помощи, то, что именно это направление будет самым обсуждаемым, показали данные Народного фронта еще до начала эфира. Еще до начала эфира Общероссийский Народный фронт огласил список самых популярных вопросов. Темы спорта, ЖКХ, культуры неизменно в топе, ну а самым лидирующим, как оказался, вопрос СВО. Поддержка наших бойцов, оснащение ребят на передовой. В вопросе второй волны мобилизации президент успокаивает, дополнительные силы не нужны. И тут тематику военного напряжения подхватывают журналисты зарубежных изданий. Информация о погибших в Газе и ООН, организация, которая на деле утратила силу влияния на решение конфликтов, и тут же Россия и ее гуманитарная миссия в израильско-палестинском конфликте. Они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события ВКонтакте будем активно работать. А дальше все то, что волнует каждого из нас. Вне зависимости от географии и ценообразования, на некоторые продукты питания и, в частности, на куриные яйца. Президент открыто назвал сбоем в работе правительства. Что произошло? Спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Еврозес. Решения приняты, по-моему, на днях. Во всем случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. О влиянии пандемии уже не говорят. Да и давление Запада санкциями больше неинтересно. Эта пресс-конференция с самого начала немного другая. Больше предметных вопросов из регионов. Хотя журналистов сегодня здесь больше обычного. Почти 700 человек. Впервые подобные мероприятия проводили в 2001 году. Ну а в прошлый раз пресс-конференция с Путиным и прямая линия проходили в 2021 году. Тогда мероприятие длилось чуть больше трех с половиной часов. Ну а этот же прямой эфир для президента стал юбилейным 20-м. И обратить внимание, президента в этом году как никогда сложно. Каждый выкручивался как мог. Национальные костюмы и баннеры с главными достопримечательностями страны. Но вопрос, который каждый из них подготовил, шанс один на миллион заявить о самой насущной проблеме региона. Вопрос, который волнует не только наш регион, но и, наверное, всю Россию, это вопрос обмеления Волги. Потому что из-за этого, как сообщили, погибла икра и несколько пристаний. Невозможно к ним причалить теперь. И решение на этот вопрос до сих пор еще не озвучено. Вот хотелось бы узнать, что президент по этому поводу думает и какие планируются меры принимать. Российский лидер на вопрос коллеги ответил. Объяснил, что существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в Низовьях. И спасать главную реку страны однозначно будут. Вопрос оздоровления, но уже людей волнует и в Бурятии. Там хотят развивать единственный в стране центр восточной медицины. Центр восточной медицины – это единственное в России госучреждение, которое базируется на лечении тибетскими методами и современными. И сейчас он пользуется огромным спросом из-за того, что очень много наших молодых людей, мужчин раненые, получили большие травмы. Кому-то требуется пожизненная реабилитация. Поэтому мы бы хотели, чтобы расширился наш центр и придать ему новый формат, новый статус. Это статус уже научно-исследовательского института. О том, чтобы восстанавливать Донбасс долго и сложно, руководство страны понимало давно. Все, что десятилетиями разваливала Украина, Россия сегодня отстраивает с нуля. Впрочем, журналисты из недавно присоединенных регионов – те люди, которые точно знают о переменах к лучшему. Происходящее в последние годы они писали и показывали, несмотря ни на что. Хотелось подобрать вопрос, который бы отражал всю боль мариупольцев и то, что их интересует. Но так и не определилось. Определюсь по ходу. Хочется спросить и рассказать про молодежь, потому что молодежь не хочет возвращаться в Мариуполь. Они говорят, что вот пока город не совсем восстановился, что нам там делать? Мы поживем где-нибудь в Москве, в Петербурге, в Ростове. А хочется сказать президенту, может быть, мы сможем найти путь, как замотивировать и как вернуть молодежь в город, чтобы они понимали, что они живут в безопасном, приморском, красивом Мариуполе. Сдвойный формат прямой линии пресс-конференции – это еще и подведение итогов года. А их было немало, как и обращений, которые присылали люди. Миллиона вопросов сегодня поступило на горячую линию президента. Их все рассмотрят. Волонтеры принимали обращения до самой последней минуты эфира. Но количество и содержимое вопросов – это не только способ показать открытый диалог между властью и журналистами, это еще и сигнал региональным чиновникам работать еще усерднее. Алина Цгоева, Марбек Дедикаев из Москвы. Специально для программы «В итоге». Цена на куриные яйца продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Напомню, за пару месяцев их стоимость только в Северной Осетии выросла почти вдвое. На сегодняшний день средняя стоимость одного десятка яиц в магазинах города колеблется от 120 до 200 рублей. Таким стремительным ростом цены заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе и организовали проверку. Все подробности в материале Даны Малышевой. Меренговый рулет, пирожки с картошкой, татарский чак-чак, французские бризоли, наш русский салат оливье – такие разные блюда. И в каждом один из главных ингредиентов – яйца, как говорят покупатели, сегодня не простые, а золотые. Средняя цена за десяток по Северной Осетии колеблется от 120 до рекордных 200 рублей. У меня дочка в Москве, а там еще дороже, так что я не удивилась. А здесь вас устраивает цена на яйца? Нет, конечно. Слишком высоко? Конечно, конечно. Восемь, ну 100 рублей, ну куда 150 рублей? Раза в два, два с половиной, наверное, сейчас цена стала выше. И по мне как-то даже неправильно, потому что цена на курицу и цена за десяток яиц стала равнозначной. Я лично не вижу никаких предпосылок для такого повышения цены. Я понимаю, там Новый год, праздники, ну на чуть-чуть, ладно, потому что ажиотаж, но вот так высоко, чтобы поднялись цены. Здесь же продают яйца, которые сегодня почти на вес золота. В этом одном из самых популярных магазинов Владикавказа за десяток, а дать придется уже 160 рублей. Поставщик этого магазина поднял цену на 15% за два месяца. По словам руководства, такое решение объяснил кормовой базой, якобы стоимость взлетела как на сам птичий корм, так и на его доставку. Пока это никак не отразилось на ценниках любимых десертов, чего не скажешь о себестоимости. Например, в безе, кроме яичного белка и сахара, больше ничего нет. Ситуация на рынке в связи с повышением цены на яйца повлияла и на повышение цены на себестоимость нашей продукции. Всем известно, что яйца являются одним из основных ингредиентов в кондитерском деле. Следовательно, и повышение цен на них отражается и на себестоимости нашей продукции. Мы не будем повышать цен на нашу продукцию, потому что мы лояльно относимся к нашим покупателям. Дефицита яиц в магазине нет, как и особого ажиотажа вокруг этого продукта. Цена за десяток в нашей республике стремительно растет с октября на 40% за два с половиной месяца. Покупатели уже гадают, насколько может подскочить стоимость готовой кухни. Конкретный пример, насколько яйца – популярный ингредиент на кухне. Можно, пожалуйста, пирожок с яйцом и луком. Спасибо. Здесь яйцо и в тесте, и в начинке. Давайте попробуем. Ну, вкусно. Пока за это удовольствие заплатить нужно 45 рублей. Но что будет дальше – неизвестно. Яичный кризис в Северной Осетии не уникальный. Скачок стоимости по всем регионам России. ФАС поручил выяснить, насколько добросовестно поведение производителей куриных яиц. Провели проверки. По словам замруководителя Северо-Осетинского управления антимонопольной службы Георгия Кайтукова, товарным куриным яйцом у нас занимаются только в Моздокском районе. Крестьянско-фермерское хозяйство реализует товар на местном рынке. И особого влияния на ценообразование в регионе не оказывает. Другие производят инкубационные яйца. Подавляющее количество яиц, скажем, 99,9% товарного яйца, которое на прилавках у нас есть, оно поступает из отдаленных регионов. И эти данные мы проанализировали, направили в центральный аппарат для того, чтобы уже комплексный анализ по всем субъектам был проведен. И в случае выявления каких-то нарушений антимонопольного законодательства, это сговор, либо злоупотребление доминирующим положением, к нарушителям будут приняты меры. По результатам рассмотрения, если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, то виновные будут привлечены к административной ответственности. Почему в нашей стране стало грустно покупать яйца на прямой линии, россияне спросили Владимира Путина. Президент открыто признал рост стоимости яиц на 40%, а в некоторых местах и больше. Обозначил причину. Спрос, цитата, на относительно дешевый белок увеличился, а объема производства нет. Глава государства уже провел совещание с Минсельхозом. Решение принято, по-моему, на днях. Во всем случае, в декабре должно быть принято. И ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому, сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. В ближайшие дни в Россию должны ввести яйца из Азербайджана, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Поставки из Турции без импортной пошлины ожидаются через две или три недели. Как отметил министр, это позволит скорректировать цены внутри страны. Дана Малышева, Георгий Гагиев, Артур Гоглоев, Диана Кабалотя. Специально для программы в итоге. Весь спектр услуг в режиме одного окна. Во Владикавказе открыли семейный многофункциональный центр. Второучреждений в первую очередь будут обслуживать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также семьи участников специальной военной операции. На открытии центра побывала наша съемочная группа. Слово Лидии Цахиловой. Первый не только в Северной Осетии, но и в СКФО. Семейный многофункциональный центр открыл свои двери. Долгожданное событие для жителей республики. На торжественном мероприятии глава Сергей Миняйло оценил капитальный ремонт, оснащение и, конечно же, возможности центра, куда может обратиться любая семья. У нас такого центра не было, потому что Минтуда социальной защиты и органы власти этим занимались. И это очень правильная такая история, потому что людям нужна поддержка, людям нужна помощь в этом вопросе. Сократить вот эту беготню, да и сократить количество бумаг, которые человек должен собрать. Тем более сегодня цифровизация есть, сегодня есть там все необходимое для того, чтобы человек пришел, нажали кнопку, все высветилось по нему. И оказали ему ту услугу, которую ему должны оказать. Но самое главное – дети. Дети, да, семьи с этими детьми. Семейный МФЦ работает в режиме одного окна. Уже на рецепции помогут определить, в каких услугах нуждается семья. А в отделении первичного приема граждан консультируют в полном объеме о мерах поддержки. Здесь также отделение социальных услуг и сопровождение, экстренной психологической помощи, женский клуб и сенсорная комната для детей. В центре работают 15 человек. Это специалисты по соцработе, юристы, психологи, социальные педагоги. Мы здесь оказываем все услуги по социальной поддержке. Это психологическое полное сопровождение. У меня здесь целое отделение экстренной помощи психологической. Это детские психологи, это семейные психологи. Также это педагогическое сопровождение, это соцпедагоги. И бесплатная помощь юридическая, что тоже очень ценно и актуально в наше время. Все эти виды помощи и поддержки нашим семьям будут оказываться безвозмездно. То есть наши принципы работы – это бесплатно, быстро, качественно. Все для наших граждан, для их удобства, их комфорта. Среди первых посетителей – многодетная мама Наталья Зеленова. Детей девушка оставила в сенсорной комнате под присмотром психологов. Говорит, режим одного окна очень удобен. А еще в центре есть и социальный прокат предметов первой необходимости для детей до трех лет. Пришла с четырьмя дочками своими – Елена, Софа и Мадина Соланой. Я живу в Октябрьском, но я буду все равно приезжать сюда, потому что здесь система одного окна, и я буду все документы сдавать здесь. Пять месяцев без малого, если вот прям считать, от начала до дня открытия, длился этот трудоемкий процесс. Мы выиграли грант фонда, Московского фонда поддержки семьи и детей в трудной жизненной ситуации. То есть, плюс ко всему, здесь не все средства субъекта, но субъект, естественно, поучаствовал в рамках софинансирования. Мы прошли три уровня предзащиты и финальную защиту проекта перед Минтрудом и фондом. Здесь был произведен полный капитальный ремонт, опять же, от системы водоснабжения, электрики, окна, полы, стены, потолки. То есть, здесь полностью от и до сделан очень серьезный капремонт. Услугами семейного МФЦ могут воспользоваться граждане со всей республики. Это прежде всего семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, семьи участников спецоперации и другие категории, нуждающиеся в поддержке государства. К слову, в следующем году во Владикавказе откроется еще один семейный МФЦ. Лидия Цахилова за Оркотзаев специально для программы «В итоге». Лесотерапия для каждого. В Дендрарии Владикавказа открыли бесплатный прокат кресел-колясок для маломобильных граждан. Теперь прогулка на свежем воздухе станет легче и приятнее. Кто принял участие в торжественной церемонии открытия и как планируют развивать проект, расскажет моя коллега Алана Томаева. То, что для большинства обыденность, для многих мечта. Прогуляться в парке в любое время и погоду теперь точно сможет каждый. Для этого здесь есть семь прогулочных колясок. Взять их на время можно совершенно бесплатно. Взять на прокат предлагают вот такие средства реабилитации. Их несколько видов. В комплект входит теплый плед, ортопедическая подушка, бутылка с водой и зон для любителей прогулок под дождем. Цвета очень яркие, это не случайно. Не очень мрачный черный цвет, он отталкивает. И не каждый человек хочет садиться в это кресло. Я сама, как пассажир инвалидного кресла, с нехотью садилась в это кресло. А в оранжевые кресла они такие добрые, позитивные. И нет вот этого чувства отторжения. Наша целевая аудитория – это люди преклонного возраста. Также это тяжелобеременные женщины, у которых, как у меня, была тяжелая беременность. Это особенные детки. И также это наша основная целевая аудитория – это ветераны СВО, которые получили демобилизацию, инвалидизацию, которые вернулись из зоны боевых действий и находятся на реабилитации. Социальному проекту «Лесотерапия» для каждого уже год. Пришли к его созданию авторы после того, как столкнулись с этим сами. Лина Дотрова сама провела несколько месяцев в коляске. Тогда-то и решила – возможность проживать каждый день полноценно должна быть у всех. Проектом многие уже пользовались, впечатления только положительные. Много ребят, которых мы знаем, у которых есть травмы, которые достаточно тяжело им ходить. Мама, допустим, тоже моя, вот она бы с удовольствием приходила погуляла, но ей очень тяжело ходить на большие долгие расстояния. А тут, ну, всё за тебя решили, всё помогли, надо только желание. Поэтому это здорово, это нужно. На торжественном запуске проекта почётные гости. Вице-премьер Альбина Аплаева поделилась. Пример такого неравнодушия впечатляет и вдохновляет. И пожелала проекту успехов. Чудесный повод сказать мне огромное спасибо за реализацию проекта. И самое главное – нашим жителям, у которых есть огромное желание подышать воздухом, пройтись по нашему замечательному парку. И не имеющим такой возможности, вот так удобно разместиться, выпить водички, укрыться плетиком, да, и под зонтиком прогуляться в любую погоду. Поэтому это замечательное сегодняшнее событие. И я очень рада, что у нас такой дополнительный ещё один объект. В планах увеличить количество прогулочных кресел, их будет больше 20. Авторы проекта намерены расширяться. Для этого уже подают заявки на несколько грантов. Лана Томаева, Лан Суанов. Специально для программы «В итоге». Кабинет компьютерной томографии открыли в 4-й поликлинике Владикавказа. Это два этажа современной послойной диагностики организма человека. На первом – КТ-аппарат последнего поколения. Производство совместное США и Китая. Оборудование позволит оперативно выявлять опухоли от 1 мм, увидеть лучше то, что на рентгене, маммографии, флюорографии незаметно. Аппарат рассчитан на широкий спектр услуг – от рутинных до сложных с применением контрастных препаратов. На втором этаже расшифровывать снимки будет опытная команда – 4 лаборанта и 3 врача. Как обустроили новое рабочее место, проверили министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев и вице-премьер Александр Реутов. Кабинет компьютерной томографии отстроили с нуля. Аппарат был приобретен весной, в июле было поставлено оборудование, и мы начали строительство нового помещения для нашего аппарата КТ. Поскольку поликлиника построена в 1978 году, то помещение под КТ не предусматривалось, и выделить его из наличных площадей не представлялось возможным. Спасибо большое нашему правительству, которое выделило нам субсидию на строительство помещения. Стоимость КТ-аппарата – 29 миллионов рублей. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на оснащение дорогостоящим оборудованием первичного звена в России. Теперь на более качественном уровне проверить свое здоровье можно каждый день, кроме выходных с 8 утра до 8 вечера. Раньше прикрепленному населению за компьютерной томографией приходилось обращаться в другие медучреждения. КТ-аппарат уже работает. В этом году мы, по сути, закрыли целый контур первичного звена города. У нас и в первой поликлинике, и в четвертой, и в седьмой уже установлены КТ-аппараты. Жители могут бесплатно по лесу ОМС пройти все необходимые процедуры. Мы активно реализуем нацпроект. Вот в этом году мы наряду с этим аппаратом в Ордонской центральной районной больнице открываем тоже новое отделение. Там уже установлен МРТ-аппарат, и до конца года мы также откроем новое отделение. Сейчас небольшая реклама, после продолжим выпуск. Мы продолжаем выпуск. Герой следующего сюжета нуждается в нашей с вами помощи. Маленькому Мурату Олдатову поставили диагноз бета-толосемия. Это наследственное заболевание, влияющее на уровень гемоглобина. Помочь мальчику могут в Турции. Иностранные специалисты предложили несколько вариантов лечения, но для этого нужен не один миллион рублей. Семья Олдатовых в преддверии Нового года надеется, что чудо все-таки произойдет. Слово Алане Томаевой. Еще совсем маленьким у Мурата часто бледняла кожа, появлялась сильная усталость и напрочь пропадал аппетит. Врачи говорили о низком гемоглобине и назначали лекарства. Помогать они перестали быстро. Точный диагноз семья узнала, когда Мурату было 3,5 года. Специалисты центра Бакулева сообщили, у ребенка бета-толосемия. Это генетическая болезнь крови, при которой из-за мутации генов образуется недостаточное количество гемоглобина в организме и происходит деформация эритроцитов. А гемоглобин отвечает за жизненно важный процесс – перенос железа и кислорода ко всем органам и тканям. Если раньше медикаменты нам как-то помогали, то сейчас они нам уже не помогают, там только переливание крови. Естественно, от частых переливаний у нас избыток железа в организме. Если раньше нам переливания хватало на полгода, на пять месяцев, то сейчас у нас это бывает в месяц, бывает раз, полтора месяца раз. То есть там все меньше и меньше времени. А от этого же у нас железо, прям у нас вообще там ферритин зашкаливает только так. Хоть мы уже два года пьем лекарства. В медцентрах республики и страны Алдатовым предложили делать пересадку костного мозга. Суть процедуры в том, что поврежденный орган полностью разрушается химиотерапией, а здоровый донорски вводится в кровеносную систему. Мама мальчика испугалась. Восьмилетний Мурат слишком мал для такого. К тому же никто из семьи не может стать донором, не подходят. За помощью Илона Бзыкова обратилась в фонд «Добро народу». Документы с диагнозом Мурата отправили в медцентры Италии и Турции. Уже первичная консультация в Италии оказалась для семьи неподъемной. В Турции предложили два новых варианта лечения. В Турции нам предложили генотерапию либо стволовыми клетками. То есть вот вживляют стволовые клетки. Ну то есть донор там не нужен для этой терапии. Они нам сказали так, приезжайте, мы вас, естественно, полностью обследуем сами. И уже выберем, какой для вас лучший вариант. Или генотерапия, или стволовыми клетками. Клиники Турции Мурата ждут 26 декабря. Несколько миллионов собрать уже удалось, но большая часть еще впереди. Семья очень надеется, что чудо случится и Новый год принесет их маленькому сыну действительно новую и здоровую жизнь. Алана Тумаева, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге». Помочь не только словом, но и делом. Герой нашего следующего сюжета Олег Макеев участвовал в специальной военной операции. Вызвался сам, ушел к добровольцам. После тяжелого ранения вернуться в строй уже не смог. Но решил, что все равно будет помогать своим товарищам. Сейчас бывший командир минометного расчета работает социальным координатором в фонде защитники Отечества. Говорит, боевой опыт помогает в работе. Залина Калманова расскажет подробнее. 23 января меня как ранило. Госпиталь. Тогда он думал, что это последние минуты его жизни. Олегу Макееву чудом удалось избежать смерти. Буквально в семи метрах от него подорвался снаряд. Мужчина получил серьезное осколочное ранение. А потом все как в тумане. Спешная госпитализация, операция и длительная тяжелая реабилитация. Сейчас он полностью восстановился. За семь месяцев на передовой Олег Макеев не раз видел гибель боевых товарищей. Но точно знал, что делает все во имя Родины. А скучаете по батальонам? Конечно скучаю. Очень. Там сроднились. Друзья это... Даже больше скажу не друзья. Мы как братья там. Так сроднились. С военной службой свою жизнь хотел связать всегда. 11 лет служил в Таджикистане, а 9 проработал в полиции. После начала специальной военной операции добровольцем ушел на фронт. На передовой Олег находился с первых дней, когда только был сформирован батальон «Шторм Осетия». После ранения к службе был негоден. Но даже тогда рвался на фронт. Туда, где близкие товарищи по оружию. В стороне остаться просто не мог. Я хотел обратно. Очень большое желание было вернуться обратно. Но в Ростов ездил. Там мне сказали, что все. Отвоевался по состоянию здоровья. Не проходишь. Тогда Олегу предложили работу в фонде «Защитники Отечества». Сейчас бывший командир минометного расчета батальона «Шторм Осетия», социальный координатор в Вологирском районе. Теперь он помогает тем, кто только вернулся из зоны соприкосновения. Он всегда готов побеседовать и поддержать, потому что понимает бойцов, как никто другой. Когда они узнают, что я тоже участник СВО, был ранен, они идут на контакт лучше. Мы общаемся, они более раскрепощенно уже начинают говорить о своих проблемах каких-то. Это очень сильно. Каждую историю приходится пропускать через себя. И это непросто. Оставаться спокойным, когда сердце за ребят болит. Всего за четыре месяца он смог помочь десяткам людей. Вспоминает, как-то за помощью обратилась бабушка, у которой внук находился в зоне СВО. Он долго не выходил на связь. Тогда Олег отправил запрос в Министерство обороны. Выяснилось, парень числится без вести пропавшим. Тогда она с Майромадагом. Мы приехали с социальными работниками КЦСОНа. В Майромадаг приехали к этой бабушке. Поговорили, я объяснил все. Что данный человек, данный военнослужащий, находится пропавший без вести. Это как бы не утешило ее все равно. Но теперь хоть что-то она знает. Этим летом Олег Макеев прошел повышение квалификации в Москве. А совсем недавно в Пятигорске. Консультирует по разным вопросам. Содействует участникам специальной военной операции в получении льгот удостоверений земельных участков. Говорит, если не могу быть полезным там, на передовой, буду помогать отсюда. Залина Калманова, Заар Кудзаев. Специально для программы «В итоге». Его возрождение – это грандиозный проект не только для региона, но и всей страны. Завод «Кристалл» – единственный в России. Производит частейшую медь без примесей. Смесь высоких технологий и традиций – огромный шаг в будущее. Объемы заказов колоссальные. А недавно там открыли новый цех. Какие планы строят теперь, расскажет Дана Малышева. Шум в плавильном цехе, кажется, никогда не смолкает. Одна такая вакуумно-модернизированная печь 1960-х годов. Выпускает до двух тонн слитков меди в сутки. По мощности оборудование прямиком из прошлого века не уступает новинкам этого тысячелетия. Такой проверенной временем техникой на Владикавказском заводе «Кристалл» особенно гордятся. Размер готового изделия можно регулировать благодаря специально встроенным кристаллизаторам. Нам привозят готовый катод. Мы его взвешиваем в определенный вес. На 190 диаметром слиток взвешиваем 202 килограмма меди. А на 240 где-то 320 килограмм меди. Потом загружаем в печь. Происходит плавка, то есть оседает металл. Где-то 10 минут еще рафинировка идет. Потом печь закрывается. Это все действие под вакуумом идет. Примерно через час мед сливается. Еще через 15 минут охлаждения из печи выходят готовые черновые слитки весом до 330 килограммов. От каждого берутся образцы для дальнейшего химического исследования. А после заключения лаборатории наружную поверхность обтачивают на специальном токарном станке, где он приобретает красивый бронзовый цвет. Стоит отметить, весь технологический процесс экологически чистый. Никаких вредных выбросов. Фактически мы перерабатываем медное сырье. То есть мы получаем металлическое сырье. У нас нет каких-то руд, концентратов и так далее. То есть в процессе плавки не выделяются газы. У нас идет удаление вредных примесей, которые выгорают. И в условиях низкого давления в вакууме они испаряются. Также происходит удаление газовых включений, водорода, кислорода. То есть выделение каких-то вредных компонентов, серы и прочих у нас исключено. И в принципе не бывает в нашей технологии. Уникальная по своим способностям бескислородная медь. Имеет высокие электро- и теплопроводность. Это очень важно, например, при создании современных электронных систем и вакуумной техники. А это прокатно-прессовый цех. Здесь происходит процесс волочения медной проволоки. То есть под давление металлу придают нужный размер. Впрочем, и тут есть свои тонкости. Если диаметр трубки слишком маленький, она может запросто порваться. Все процессы на этом этапе регулируются с помощью вот такого пульта управления. Получаем слитки мы с плавильного отдела. Слитки бывают диаметром 250 и 190. В примесимости от задания. Слиток подогревается вот в печке. Проходит пароль-гангу и направляется податчиком в пресс. После чего мы давим с помощью ключевых. Подаем давление и на выходе получаем или трубу, или пруток. Ну, в зависимости от задания, разного диаметра и разной длины. А это отремонтированный цех по производству специальных профилей. Первую линию установили летом. Сейчас их уже две. Производитель Китай. Внутри готовых труб есть канал для воды. Так называемые медные профили используют, чтобы обмотать электрические машины большой мощности. Например, генераторы. Ну и в итоге привести температуру в норму. Готовую продукцию намотают на эти катушки. Северосетинский завод продает эти изделия по всей России. Предложений из Европы, а именно Финляндии и Германии уже нет. А спрос на профили меньше не стал. Как раз на этом оборудовании производят популярный товар. Об этом знает все технолог Владимир Алкацев. Это вот сырье. Медный пруток, который подается вот сюда вот в экструдер. Здесь вращающееся колесо захватывает эту медь. И под давлением, с усилием, с большим усилием, видите, редуктор огромный, с большим усилием вдавливает в оправку, которой соответствующий профиль имеет. Через нее выдавливается эта медь. То есть происходит экструзия. Это вот как раз выдавливание. И уже вот этот профиль охлаждается водой, сушится, наматывается на барабан, на катушку и отгружается к соответствующему потребителю. Сейчас занимаются монтажом новой китайской печи для обжига. С помощью нее можно довести изделие до нужной кондиции, чтобы медь стала податливой. Печи с такой функциональностью здесь были. Правда, старые и маленькие. Новые побольше. Завод стараются обновлять. Только, по словам рабочих, есть одна серьезная проблема. Нет молодежи. Новые кадры на производство попросту не идут. Без помощи республики и государства тут не обойтись. Важно повышать престиж рабочих профессий. И этим должны заниматься со школы, говорят на заводе. Данамал Шивана Голобаева, Артур Гоглоев, Георгий Гагев. Специально для программы в итоге. Самые вкусные блюда всегда получаются из натуральных домашних продуктов. О кулинарных способностях Мадина Каргиновой математика по образованию и бывшего работника банка хорошо знала вся родня. Пельмени и хинкали девушка лепила только для близких. А потом пришла идея открыть бизнес. Благодаря соцконтракту купила оборудование и теперь у нее свой маленький цех. И так минимум 20 раз, пока тесто не станет однородной массой. Процесс значительно облегчает специальная машина. Ну и, конечно же, основа хинкали – начинка. Здесь только свежие продукты. Все те продукты, которые мы используем – мясо, мука, соответственно, лук, чеснок, зелень – это все мясное производство. Все производство в небольшом цехе. Его Мадина Каргинова со свекровью организовала дома. Поначалу традиционные блюда грузинской и китайской кухонь – хинкали и пельмени – женщины готовили для семьи, соседей и знакомых. Потом своеобразное сарафанное радио сработало. Готовить я люблю. К моей профессии это вообще никак не относится. Я заканчивала СОГУ, факультет прикладной математики. Работала после окончания в банке 4 года. Потом вышла замуж и декрет, соответственно. Спрос на блюда из натуральных продуктов постепенно рос. Мадина понимала, нужно расширяться и открывать свой цех. И, конечно же, дополнительно приобретать оборудование. Девушка воспользовалась социальным контрактом. На 350 тысяч, которые мы получили от государства, мы купили тесто-мес, два холодильника ларь и вертикальный холодильник, тесто-раскатку, столы, кухонную утварь, которая нам нужна была, мясорубка. Мы собрали все документы, потом, соответственно, предоставили им план, бизнес-план. Нам одобрили. И мы, соответственно, стали закупать все то оборудование, которое нужно было для того, чтобы нам расширить наш вектор услуг. Найти новую работу, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство. Больше 250 миллионов рублей с начала года получили малоимущие граждане по социальному контракту. Лидия Цехилова, Диана Кабалоти, Мария Кутаева. Специально для программы в итоге. Серебро, которое дороже золота. Студенты СУГУ заняли второе место на Всероссийском чемпионате по спортивному программированию. Соревнования проходили в Москве. В них принимали участие больше 160 команд. Несмотря на серьезное соперничество, нашим ребятам удалось собраться и достойно выступить. Подробнее о триумфаторах в материале моих коллег. Создать свой проект на непростом языке программирования. В его основе поставлена задача кибербезопасность. Выполнить ее нужно было за двое суток. Именно такие условия ставили на чемпионате страны по спортивному программированию. Аслан Бичилов, Эдуард Хугаев, Георгий Тебеев, Заур Кузаев и капитан команды Мурат Габисов соревновались в продуктовом программировании. Как говорят на профессиональном сленге – кодили. В основе стоит какая-то проблема, которую решают люди. Затем на нее мы оборачиваем каркас каких-то наших собственных идей. И уже эти самые идеи мы реализовываем с помощью программирования. На самом деле многие думают, что мы просто программируем двое суток, но это не так. Программирование – это лишь инструмент, который мы используем для решения задачи, которую нам ставят. Вот прямо сейчас вы можете наблюдать, как мы пытаемся привязать нашу серверную логику, то есть сбор нашей статистики, к графикам, которые будут понятны людям, и они смогут их просматривать в приложении. Мурат Габисов – вот уже несколько лет капитан команды. Молодой человек сейчас учится на магистратуре из ТФАКа, изучает социологию. Но будучи школьником, твердо знал, что поступит на МАТФАК. Отучился на отделении прикладная математика и информатика. После участия в чемпионате у Мурата есть свои идеи, как использовать знания обеих научных дисциплин. Думаю, что это будет смежный стык двух наук, на котором можно будет придумать интересные проекты. Также социология извлекает тем, что она не занимается конкретно какой-то отраслью человечества. Она занимается всеми отраслями, и, грубо говоря, я смогу приложить свое программирование к разным проблемам человечества. Вот так празднично родной МАТФАК встречает призеров. Ребята вернулись в город буквально на днях из Москвы. Почетное второе место – историческое событие для университета. Соревнования эти проходят в России впервые. В этом году было принято решение, что спортивное программирование является спортом. Соревнования по спортивному программированию включены в реестр спортивных мероприятий Российской Федерации. И проходят по трем направлениям. Это алгоритмическое программирование, продуктовая и информационная безопасность. В финале чемпионата наши ребята сражались с 11 командами со всей страны. По словам их тренера, результат ожидаемый. Студенты со второго курса участвуют в различных хакатонах и всегда показывают достойный уровень подготовки. Лидия Цехилова, Георгий Гагиев, Ибрагим Чочиев. Специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова